Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о автокресле от компании Britax Römer. Модель называется у нас Kitfix 2S. Существует еще R-версия, но сегодня мы с вами поговорим именно об версии S. Это, скажем так, обновленная версия. Скажем так, не то что обновленная, а пополнение линейки кресел Kitfix. Там же они разные, кресла делают, достаточно много их. И у этой появилась интересная возможность трансформации в бустер. Об этом я вам чуть позже тоже расскажу, как это все происходит. Ну и, собственно, о самом кресле с вами тоже поговорим, как им пользоваться, как сюда пристегнуть ребенка, как само кресло пристегнуть. В принципе, разберем с вами, что это такое. И в конце, как обычно, я вам скажу свое мнение об этом кресле. В двух словах. Вот. Категория кресла этого у нас 2-3. Это с метра роста приблизительно до 12 лет. Кресло с 15 кг до 36 кг. Это кресло можно использовать. Соответственно, это уже купили в 3 годика там или в 4, когда у вас будет ребенка метра роста. И все, забыли. Больше покупать вам не нужно будет. Ребенок пристегивается здесь трехточечным ремнем. Взрослым, автомобильным трехточечным ремнем. Давайте сразу покажу. Кстати, кресло с системой Isofix. Но если вдруг у вас нет Isofix, не переживайте. Поставили вот так кресло. Протянули ремень. Все, это вот так вот простенько очень делается. Пристегнули. Все, ребенок, считайте, у вас здесь сидит. И он уже пристегнут ремнем. Все, заморачиваться ничего здесь не нужно. Паховая зона. Здесь, в этом кресле. Здесь установлена дополнительная система, которая снижает нагрузку с паховой зоны ребенка где-то на 30%. Потому что сам ремень, он тоже очень травмирует ребенка. Он его и держит, и спасает, и все такое. Но он же, соответственно, физику не обманешь, он тоже давит. Соответственно, вот эта система сокращает нагрузку от ремня паховой зоны ребенка. Поэтому это очень полезная вещь. Если вдруг она не нужна, она съемная. Вдруг вам не понравится ребенку, ее можно, если что, снять. Вот. В общем, разобрались, как у нас пристегивается ребенок. Ничего сложного. Два-три категории в пристегивании ребенка нет. Если же у вас в автомобиле есть изофикс, мы делаем то же самое, но только перед этим. Нам нужно вот этот изофикс. Обычно бывает задвинут. Нажимаем кнопочку, выдвигаем его. Он гибкий. В машине изофикс под разным углом расположен. Поэтому он и гибкий. Берем. Пристегиваем. Все. И снова посадили ребенка. Ремнем протянули. Что касается ткани. У ремера есть линейка с очень какими-то навороченными тканями. Гиппо-супер аллергенными. Качественными. Натуральными. Они немножечко дороже. И расцветки там другие. Но и в обычных версиях ткань они делают достаточно хорошей. Она не какая-то там премиум класса. Супер там приятная на ощупь. Она просто по-немецки качественная. Достаточно приятная на ощупь. Износостойкая. Дышащая. С тканью ремера. Во всех креслах все хорошо. Но что мне еще нравится. В подголовнике всегда ткань. Вот тут именно ткань приятная. Мягенькая. Гладенькая. Тактильно приятная. Ребенку лицу будет. Сто процентным. С этим все отлично. Так. Что касается безопасности. Серия Kit Fix. Сикты. Сейли. Там много очень. XP. Они все по безопасности хорошие. У них есть и результаты краш-тестов. На DAC. Это все открытая информация. Пройдите на DAC.de и посмотрите. Кресла. Ремер. Kit Fix. Серии. Вообще всем. Креслам можно доверять смело. Ребенка. Кресла. Огонь. Так. Что касается безопасности. Про эту штучку дополнительно я вам сказал. Здесь еще установлена система SICT. Это система, которая при боковом ДТП гасит энергию удара. Дополнительно. Само кресло гасит. Это дополнительно гасит энергию удара при боковом ДТП. Она рушится. То бишь принимает на себя часть энергии удара. И потом уже только переходит на спинку. Поэтому эта версия поинтереснее. Она немножечко будет дороже всегда. Система SICT. Но они безопаснее при боковых ДТП. Не экономьте. Короче. Вещь не бесполезная. Так. Что касается комфорта. У Ремера в креслах есть свободный ход спинки. Некоторые очень интересные родители. Просто был свидетелем такого интересного человечка. Говорит, что это за фигня. Болтается. Это что, немецкое качество. И все такое. Развернулся, ушел. Даже не успели ему ничего сказать. Вот. Он думал, что это брак. Так быть не должно. Вот. Но это свободный ход спинки. Он нужен для того, чтобы мы могли немножечко отклонить сидение. Оно примет положение спинки автомобильного сидения. Имейте это в виду. Это не поломка ни в коем случае. Так быть должно. Так. Соответственно. По креслу мы с вами разобрались. Как крепить все это. Мы посмотрели безопасное. Уяснили. Теперь давайте объясню вам про бустер. Чтобы нам воспользоваться этим бустером, нам нужно здесь сзади достать вот из этого кармашка инструменты. Вот. После чего нам нужно с вами этими инструментами отстегнуть спинку от сидения. Сейчас я вам детально покажу, как это делается. Достаем из этого пакетика нужную нам штучку. Вот этот многогранник. После чего берем, откидываем вот эту ткань. И здесь у нас 4 болта. Откручиваем. Практически открутили. Вот. 4 болта открутили. Убираем. После чего... Так, секундочку. Сняли спинку. Соответственно, спинка у нас уже отдельный элемент. Он нам уже пока не нужен. Вот. Вот у нас теперь получается бустер. Бустер. Очень тоже можно аккуратненько все здесь протянуть ткань. Все. Вот у нас бустер. Соответственно, пользуемся дальше бустером. Вот как это все выглядит. Вот, собственно, мы с вами разобрались, как снять спиночку, чтобы превратить это кресло в бустер. Вот. Спинка отдельно. Вот. Крепление. Откручиваем 4 болта. Чуть надо дернуть, и оно соскочит. Собственно, все, что хотел я вам рассказать об этом кресле, я вам рассказал. Ремеру, Бритаксу доверять всегда можно. Это когда вы приходите в магазин, и у вас есть возможность купить за эти деньги кресло. Особо даже сильно заморачиваться не надо. Выбирать с другими брендами. Берете Бритакс Ремер и не паритесь. Это всегда стопроцентно хороший вариант. Плохих кресел там просто тупо практически нет. Тем более, вот сейчас появилась возможность использовать бустер. После 7 лет смело скинули спиночку и едете с бустером. Соответственно, это нужно делать, когда ребенка рост метр двадцать пять. Приблизительно. Вот тогда уже можно будет скидывать, потому что он уже перестанет помещаться. Здесь, кстати, вот идет в комплекте ремешок, который крепится там под Найзофикс, который отодвигает ремешок от горла ребенка. Тоже вещь очень полезная. Собственно, все. Добавить мне больше нечего. Если вам было интересно это видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Это очень полезно для канала, чтобы я все больше и больше вам рассказывал детских товаров. Ну и в заключение, миру автокресел, большое спасибо за предоставленный Китфикс на обзор. А вам хорошего, правильного выбора для вашего ребенка автокресла. И всего доброго.